Добрый день. Рада приветствовать вас всех наконец-то очно. Есть возможность посмотреть нам глаза в глаза, позадавать вопросы, пообщаться. Также приветствую тех, кто аудиторию, которая смотрит нас онлайн. И сегодня Митая Сергеевич уже ответил на общий концептуальный вопрос. Я же хочу остановиться на практике применения законодательства. И в конце отвечу на те вопросы, которые были собраны заранее, но на которых не хватило времени в предыдущей части мероприятия. Итак, организации, как правило, находятся сейчас в трех состояниях. Первое. Не приступали, не читали, не знают закон. Второе. Те, кто находятся на той или иной стадии категорирования объектов, принадлежащих им. И третья группа, к сожалению, не такая большая. Это те, кто уже завершили категорирование, стали счастливыми обладателями значимых объектов КИИ и приступили к планированию, внедрению, реализации мер по обеспечению безопасности. Сейчас хочу рассказать о тех проблемах, которые мы видим, общаясь с организациями и рассматривая те сведения, те обращения, которые к нам поступают. Итак, что мы видим по сведениям о присвоении или не присвоении объекту категории значимости? Какие крупные проблемы? Не буду говорить об оформлении, а не заполнении этих сведений. Какие крупные, прежде всего, связанные с АСУТП? Итак, мы открываем сведения. Я думаю, что все форму смотрели, видели, знают. Начинаем читать. Начинаем читать и видим, что... Давайте прямо по примеру пройдемся. Некий объект, который связан с производством водорода. Это АСУТП. Полный рост. Это опасный промышленный объект. Нам пишут, что есть актуальный нарушитель. Внешний, внутренний, что система подключена к сетям связи общего пользования. Все, все хорошо. Есть угрозы, которые признаны актуальными для этой АСУ. Есть последствия от реализации этой АСУ. К примеру, подмена информации, перехват управления, вплоть до деструктивных разрушений в результате компьютерной атаки. Но последствий никаких не будет. Показатели неприменимы к этому объекту. Почему, коллеги? Если у вас есть актуальный нарушитель, если у вас есть актуальные угрозы и актуальные последствия, как они выразятся? Они выразятся в каком-то ущербе для вас. Будь то физически, экономически, но он будет однозначно. То есть, если у вас есть актуальные, пункт 6, пункт 7, будьте добры, проведите полноценную работу, оцените действительно честно, какие же последствия будут. То есть, такого не может быть, что в восьмом показателе ничего не применимо. К сожалению, на возврат из сведений, которые к нам поступают по СУТП, по промышленности, идет порядка 40-45%. Не из-за формальных, когда там что-то не заполнишь, что-то указали, а именно мы ведем споры по таким объектам, когда мы считаем, что что-то от нас утаивают, что-то не хотят нам показывать. Далее. Мы часто видим в сведениях, слышим от организации, что у нас объект не может быть подвержен компьютерным атакам. Мы начинаем рассматривать этот объект. Есть подключение к сетям связи общего пользования. Это может быть либо напрямую, некоторые промышленные объекты подключены. Бывает, что эти объекты подключаются к корпоративным сетям, а те уже дальше имеют выход в интернет, то есть линии из интернета к АСУ можно построить. Вы проводите обновление своего программного обеспечения. На носителях информации, о чем уже говорилось в первой части нашего мероприятия, к вам приходят подрядчики, втыкают в ваши системы какие-то свои средства, через которые проводят обновления. То есть обновления, как правило, не из доверенных источников. Что попадет через носитель, через какое-то другое мобильное устройство в вашу систему, вы гарантировать не можете. Поэтому, коллеги, атака может пройти. Внешний нарушитель будет актуален. Дальше. Носитель, ну про носитель я уже сказала, да, то есть воткнули флешку, обновили, диск это может быть, что-то еще. То есть объекты кей, если они не в железном ящике, который не имеет никакого связи с внешним миром, они будут подвержены компьютерной атаке. Да, и как правило, как говорится, закон полностью срабатывает. Самая маленькая дырочка позволит нарушителю пройти в вашу систему. Да, хочу сказать, что в данном случае не срабатывает, как и ранее не срабатывала тезис, что мы применяем средства защиты, поэтому атака не может быть проведена. Коллеги, мы рассматриваем наихудший сценарий, когда умный, начитанный, подготовленный нарушитель может обойти ваше средство защиты. Любое средство защиты имеет определенную надежность. И, кстати, переходя о надежности. Также очень часто представители промышленности апеллируют к нам с тезисом, что у нас есть средства противоречной защиты. Эти средства надежны, и если пройдет компьютерная атака и отключит АСУ, то они сработают. Но, коллеги, у любого средства надежности есть какой-то свой показатель, у какого-то средства противоречной защиты есть показатели по надежности. Если мы вспомним ГОСТы, а в России есть ГОСТы по надежности, по которым и задается ваша надежность в ваших систем, то мы увидим, что на самом деле там есть определенные риски, которые заказчик или потребитель этого средства противоречной защиты берет на себя. То есть принцип, что итоговая надежность определяется, исходя из всех элементов, и даже 0,1% допустимости выхода вашего противоаварийного технического средства из строя, оно уже сильно понижает безопасность вашего объекта в целом. То есть такой тезис, что противоаварийная защита у нас есть и поэтому ничего не будет, нами не принимается, коллеги. Он, как показывает практика, как показывают инциденты, которые происходят на промышленных объектах, как правило, не срабатывает. Очень многие организации поступают правильно. Они вспоминают, что у них есть декларация промышленной безопасности, у них есть декларация безопасности гидротехнического сооружения и так далее, где уже большинство вопросов, связанных с ущербом, посчитано. Нужно только связать эту декларацию с теми последствиями, к которым приведут компьютерные атаки. А, как правило, они приводят к каким-то существенным последствиям, выливающимся в физические последствия от нарушения объекта вашей системы, если мы рассматриваем наихудший сценарий. Но, к сожалению, пользуются зачастую декларациями неправильно. Значит, первое, что чаще оттуда всего берется, это количество пострадавших людей. И мы видим в графе с первым показателем, это причинение ущерба жизни и здоровью людям. Мы видим цифру. Количество пострадавших людей 10 в минус 27 степени, таким образом показатель не применим. Значит, первый тезис по данному показателю. Если у вас причиняется ущерб части человека, то это ущерб всему человеку. Если мы берем законодатель Российской Федерации, то есть если у него отрезали палец, это всему человеку причинили ущерб, а не только его пальцу. То есть цифра должна быть округлена до единицы. Далее, если вы посмотрите декларацию промышленной безопасности, почитаете ее внимательно, то вы увидите, что вот это 10 в минус 27, это вероятность ущерба жизни и здоровью людей в среднем за год. А мы говорим от конкретного инцидента. В декларации есть такая цифра, сколько людей пострадает при конкретном инциденте. И, как правило, это не один человек. То есть вот эту цифру нужно брать. Далее. Очень часто говорят, что за пределы предприятия у нас инцидент не выйдет. Да, у нас будет взрыв, разрушение, разлив, но это будет в границах предприятия. Коллеги, а у вас же там работают живые люди. Ваши работники – это тоже люди. То есть их тоже нужно посчитать, как ушиб жизни и здоровью людей. То есть их тоже нужно приплюсовать к первому показателю. В декларации промышленной безопасности указывается территория и зона поражения, которая будет в случае, если вот эта компьютерная атака приведет к развитию какого-то физического процесса. И здесь есть два нюанса. Первое. Даже если вот, во-первых, зона поражения, мы зачастую видим, что зона поражения там 20 километров, но опять-таки ущерба никакого не будет. Коллеги, а в радиусе 20 километров, что нет живых людей, на которых, если мы говорим, к примеру, о химической промышленности, может пойти облако, какие-то испарения, излучения, это может быть взрыв. Это тоже нужно как бы спрогнозировать и учесть в последствиях. Дальше. Если зона поражения, физического разрушения, у вас определена, к примеру, 100 метров, и в радиусе этих 100 метров находится еще один цех, где также работают люди, нужно понимать, что разрушение-то пойдет на всю эту территорию. Это будет цепочка взаимосвязанных событий, которые нужно учесть. И это у нас, кстати, в порядке категорирования, утвержденном 127-м постановлением, прописано, что учитывать взаимосвязанные события. Кроме того, кстати, в декларации есть и финансовые ущербы посчитаны. То есть уже вы эту цифру по методикам Ростехнадзора посчитали. Нужно просто ее оттуда взять и, с учетом нашей методики, приплюсовать к иным, так скажем, финансовым последствиям. Но о них поговорим в финансовых чуть позже. То есть понятно, надо пользоваться, нужно вдумчиво читать, смотреть, что у вас уже написано, и вдумчиво это применять. Часто видим в промышленно опасных объектах, что, как я уже говорила, ущерба жизни и здоровью не будет. Но спускаемся ниже, доходим до 11-го показателя, а это экологический ущерб. И тут мы видим, что есть экологические последствия. Вы признаете их. Но как же, коллеги, если есть экологические последствия от нарушения функционирования вашего объекта? А напомню еще раз, что наихудшим сценарием мы считаем не остановку, а СУ. А когда там подменяют информацию, то есть ваши операторы, которые следят за этой системой, они видят на своем экране, что все нормально, процесс идет в штатных режимах, а там где-то на установке уже идет развитие физического процесса. Вот это наихудший сценарий. И вот мы видим, что да, экология будет, да, будет поражение какое-то определенное по радиусу. Но опять-таки в первом показателе у нас ноль. То есть первый показатель ущерб жизни и здоровью и экологической напрямую связаны. Просьба не пропускать такие ошибки. Проблемный вопрос, которому на самом деле нужно посвятить вообще отдельную секцию, отдельная 40 минут, это 13-й показатель. Показатель применим для организации ОПК, это нарушение выполнения гособоронзаказа. Какие здесь есть проблемы? Ну, первое, сразу скажу. Показатель применим для всех организаций, которые выполняют гособоронзаказ. Все эти организации знают. И когда к нам приходит организация, либо на консультацию, либо присылает сведения, и говорит, что да, мы находимся в перечне Минпромторга организации, которые выполняют гособоронзаказ, но нам 13-й показатель применим. Это вопрос коллеги, а чем вы занимаетесь? Почему он не применим, если вы гособоронзаказ выполняете, а 13-й показатель каким-то образом прошли мимо? Как минимум, как правило, на предприятиях есть системы конструкторской документации. О них зачастую забывают. А если внести изменения в конструкторскую документацию, то, соответственно, продукция, которая будет дальше по ним делаться, по этой документации, она не будет соответствовать тем требованиям, которые предъявил к ней заказчик. Когда вы это узнаете? Мы зачастую опять-таки слышим, что ничего страшного. Вот они внесут изменения в систему с конструкторской документацией, в цифру, а мы потом возьмем из архива бумажные версии этой документации, сравним и все ошибки исключим. Ну, вот сколько мы работаем и уже после принятия федерального закона, и до принятия федерального закона, коллеги, вот не сталкивались мы с прецедентами, когда действительно такая проверка бумажная проводилась, когда инженер вставал, шел в архив, долго там ковырялся, находил документы и потом сравнивал, что же получилось. Не работает эта норма, к сожалению. Поэтому, да, эти системы, они должны быть в конструкторской документации причислены к объектам, откатегорированы, и по нашему мнению, они должны быть критичны, они должны быть значимы. Нам говорят, что да, мы в перечне организации ОПК, но мы не выполняем на сегодняшний день никакие работы по ГОЗу. Хорошо, вы выполняли в прошлом году? Да. Вы планируете участвовать? Да, мы уже участвуем в конкурсе на вот следующий ГОЗ. Тогда почему вы сейчас говорите, что вы не выполняете? А что, вы через год будете перекатегорировать свои объекты? Коллеги, так тоже не пойдет. Если вы участвуете в этом, то мы считаем, что это как бы постоянный процесс. И пауза никак не должна сказываться на внедрении требований. Тем более, как уже говорилось и будет говориться, что внедрить требования по обеспечению безопасности объектов, особенно ОСУТП, это да, это дорого, и это по времени достаточно продолжительный процесс, который нужно начинать заранее. О том, что если произойдет атака на вашу систему, автоматизация ваших процессов снизится, то есть снизится эффективность вашего предприятия, соответственно, увеличится срок выполнения ГОЗа и объемы, которые вы выпускаете в единицу времени, естественно, об этом мы уже говорили. И, наверное, основная проблема, которая почему-то возникла в организациях ОПК, наиболее часто встречающихся, не могу объяснить почему, это что же сделать с танками, с числовым программным управлением. Вот для очень многих почему-то открылось прямо новшество, что у них есть целый стек систем, которые задействованы, которые обеспечивают ваше производство. Мы все о них знали. Иногда, да, эта система может не называться BPM, может не называться ERP, а по-другому, но суть-то это та же самая система. Почему-то забывают. И когда спускаются вниз и вспоминают, что есть станки ЧПУ, говорят, что нет, станки с ЧПУ – это не объекты Киев. Коллеги, но почему у нас, помимо методических документов с ТЭК России по ЧПУ, уже достаточно долгое время действующих, у нас есть ГОСТ, ГОСТ открытый, где есть определение, что числовое программное управление станком – это управление обработкой, заготовкой на станке по управляющей программе, данные в котором представлены в цифровом формате. Все. То есть мы подходим к тому, что станки с ЧПУ – это та же АСУ. Их тоже нужно, они тоже объекты Киев. Их нужно рассматривать, их нужно защищать. После того, как мы объясняем организации, что есть такие станки, что это объекты Киев, субъекты с нами соглашаются, ну тут возникает следующая проблема. А у нас есть парк-цех с 30 одинаковыми, но отдельно стоящими станками. Как нам их рассматривать? Как 30 объектов или как один? Значит, в чем позиция регулятора? Мы плавно переходим к вопросу, как же нам детализировать объекты, рассматривать их как один или разбирать на много-много подчастей. Если они взаимосвязаны, к примеру, 30 станков связаны в одну систему, в одну сеть, здесь все просто. Абсолютно логично рассмотреть как один объект Киев. И, соответственно, масштаб последствий рассматривать как одного объекта Киев. Если у нас уже 30 станков не взаимосвязаны. Значит, коллеги, если они выполняют одну функцию, они типовые, то есть обновление и обслуживание этих станков производится одним подрядчиком, с одного, условно говоря, носителя, то мы считаем, что они могут быть атакованы и будут атакованы одинаково. То есть их нужно одновременно, вернее, то есть их нужно рассмотреть как один объект, несмотря на то, что они не взаимосвязаны. И при этом определять масштаб последствий не от выхода от одного станка из строя, а выхода всех станков. И этот принцип работает на всех остальных видов, типов объектов Киев. То есть если однотипные объекты, мы считаем, что они могут быть атакованы, и последствия нужно считать, если вы приняли решение их объединять, естественно, последнее слово будет за вами, вы лучше знаете свои системы, но если это один объект Киев, распределенный, то мы смотрим последствия в случае атаки на часть этого объекта от выхода из строя всего объекта. Просьба об этом не забывать. Договорились, что такое станки из ЧПУ, что это объекты Ки, и что, как их рассматривать. Наибольшие проблемы у субъектов, и в принципе это логично, вызывают показатели экономической группы. Это восьмой, девятый, десятый показатели. К кому применимы эти показатели? Зачастую мы видим фразу, экономический показатель нам не применим. Коллеги, значит вот девятый показатель, ущерб бюджетам, применим ко всем. Точка. Десятый показатель применим только к сферам банковской сферы, к сфере финансового рынка. То есть для большинства присутствующих в зале, слушающих нашу конференцию, я так понимаю, он будет не актуален. А восьмой показатель, ущерб субъекту КИИ внутренний, он применим к государственным организациям, к стратегическим предприятиям, перечень которых и ссылки на которые у нас приведены и в постановлении, и неоднократно были у нас в разъяснениях. Следующий вопрос. Когда мы договорились о том, что он применим к вам, как же посчитать этот многострадальный, девятый показатель, как посчитать ущербы? Коллеги, это можно не фотографировать. У нас есть, вчера размещена на сайте в СТЭК России проект методики с рекомендациями по оценке экономического показателя, где подробненько расписано. Вот это из чего складываются ущербы бюджетам, и там по каждому ущербу написано, как их посчитать. Вот у меня просто пример, не буду озвучивать, коллеги, возьмите, почитайте, посмотрите, что ущерб субъекту внутренний, из которого потом будет складываться в том числе и ущерб бюджетам. Он, по нашему мнению, в наихудшем сценарии включает в себя 19 различных подкатегорий. Мы не говорим, что все подкатегории будут к вам применимы. К примеру, если вы не платите какие-то акцизные сборы, то эти акцизные сборы к вам неприменимы, вы их не будете считать. Если в случае компьютерной атаки у вас не будет последствий для физических лиц, ущерба какого-то, то медицинские расходы тоже можно не считать. Но, тем не менее, не буду на этом останавливаться подробно. Первый тезис. Экономические показатели. Девятый. Применим ко всем. Второй. И, кстати, это задавалось, когда Алексей Лукаский собирал вопросы, нужно ли детализировать и указывать значение показателей. Да. По всем показателям мы хотим видеть первое. Либо конкретное значение, и то, как вы его получили, как вы его рассчитали, это касается и экономических показателей. Если же показатель не применим, то обоснование, почему он не применим. Мы не организация ОПК, мы не перевозим людей, не выполняем функции в транспортной связи, мы не оказываем услуги связи, к примеру. То есть, мы должны понимать, что вы посмотрели на показатель и приняли, оценили и приняли по нему решение. Если решение положительное, он применим, то как вы получили то или иное значение. Значит, методика будет находиться на нашем сайте до 1 марта текущего года. Там есть форма, по которой мы принимаем от вас предложения и замечания по этой методике, потому что пока что это проект, это рекомендации. Возможно, вы найдете, что мы что-то забыли или что-то лишнее посмотрели. Тем не менее, просьба ко всем посмотреть, оценить применимость и сообщить нам свое мнение о нашем первом методическом документе, как же рассчитывать показатели. Как сказал Сергей, в ближайшее время появится методика, также мы выложим на обсуждение по социальным показателям, по пяти социальным показателям, как их рассчитывать. Очень часто задают вопросы и еще раз Алексею Лукасскому тоже передавали вопросы, а как же нам изменять перечни, как же нам изменять сами объекты Кии. Как направить в Афстек России соответствующее обращение, письмо с обоснованиями по перечням. Значит, если вы включаете или исключаете из перечня какой-то объект, вы должны сказать, почему. К примеру, объект, автоматизированная система управления выведена из эксплуатации решением директора предприятия номер таким-то. То есть мы понимаем, что все, объект перестал функционировать, дальше его категорировать, не имеет смысла. Либо же вы исключили его из перечня, либо же говорить, что вот мы оценили, либо мы создаем новый объект, либо мы нашли у себя объект, который забыли до этого, либо приобрели новый объект, и мы также включаем его в перечне. При этом есть нюанс. Если вы включаете в перечень новый объект, то срок категорирования для тех, кто был включен ранее, сохраняется год с момента первого утверждения перечня, а изменения в сроках будут только для новых объектов. Сразу предостерегаю, почему говорю об обоснованности включения или исключения объектов. Сейчас начались некоторые инсинуации с тем, что, а вот мы посмотрели и решили объединить два объекта, и давайте мы еще год будем отсчитывать заново. Нет, коллеги, так не пройдет. Объекты были, никаких существенных условий не изменилось, вы должны были их категорировать в условленные сроки. То есть, вот таких мошеннических действий, не повышиваю грубого слова, не надо совершать. Дальше, что делать с объектами ки, которые уже откатегорировались? Если произошли какие-то изменения, и ваш объект либо приобрел признаки значимого объекта, либо наоборот, из значимого объекта переходит в незначимый, что же здесь делать? Во-первых, рассмотреть и представить нам соответствующую информацию. При этом, если вы работаете со значимым объектом, обязательно нужно ссылаться на реестровый номер этого значимого объекта, потому что были ситуации, когда к нам организация присылала хорошее, красивое обоснование об исключении объекта из перечня значимых, но название объекта почему-то указывалось по-другому. Допустим, в аббревиатуре из 15 букв 4 буквы были почему-то другие. И когда мы начинали общаться с организацией, мы понимали, а вообще имелось в виду объект, который уже откатегорирован, который у нас уже есть. То есть обязательно ссылайтесь, либо, если это незначимые объекты, либо перечень на предыдущие ваши письма, на реквизиты, чтобы мы понимали, что речь идет о том объекте, по которому уже была проведена работа, либо на реестровый номер для значимого объекта. Далее, если изменения происходят несущественные, к примеру, поменялись какие-то составные вашего объекта, либо поменялись ответственные лица, то можно прислать просто информацию, отдельную информацию, что по такому-то объекту с таким-то реестровым номером, в таком-то пункте произошли изменения. Мы посмотрим, внесем соответствующие изменения в свои документы, уведомим, мы уведомим НКЦКИ о том, что произошли изменения, и будем жить дальше. Если же существенно изменения, к примеру, вы меняете категорию, либо на значимые, либо на незначимые, повышаете, понижаете категорию, то в этом случае нужно будет прислать сведения нам целиком, то есть полностью переработанные сведения со всеми выводами, с расчетом показателей, которые мы оценим и либо согласимся с вами, либо попросим дополнительное обоснование в тех моментах, в которых мы найдем некоторые несоответствия. По вопросу, который был в случае изменения значимости объекта, кто уведомляет НКЦКИ, уведомляем по закону мы, то есть о всех изменениях мы сообщаем нашим коллегам. Да, вот еще момент. Жизнь не стоит на месте и зачастую объекты передаются между субъектами. То есть, к примеру, значимый объект принадлежал субъекту 1, он в рамках гражданского договора продал этот объект субъекту номер 2. Что с этим делать? Значит, в этом случае объект, он же продолжает действовать, он продолжает выполнять свои функции, не исключается из реестра. Организатор номер 1 должна к нам представить сведения, обращения о том, что мы, соответственно, каким-то договором передали этот объект, может быть, в пользование, может быть, просто продали организацию номер 2. Организация номер 2 нам также идеальна, если это будет одновременно, даже в одном письме, либо параллельно письма пойдут, подтверждая, что да, она приняла на баланс такой-то объект и продолжает его эксплуатировать. Потому что, если объект существует, то в результате компьютерной атаки последствия-то все равно пойдут, неважно, кому он принадлежит. Еще раз напоминаю, у нас реестр значимых объектов, не субъектов, а объектов. То есть, еще раз, продажа – это не повод исключения объекта из реестра. Если вы продаете кому-то значимый объект, по которому вы провели работу и откатегорировали, коллеги, уведомляйте нового владельца о том, что он получил вот такое счастливое обязательство, как выполняет требования законодательства в области обеспечения безопасности КИИ. Что мы еще видим при общении с субъектами критической информационной инфраструктуры, при оказании методической помощи? После того, как вы откатегорировались, получили реестровый номер, вы должны приступить к внедрению требований по обеспечению безопасности объекта в тех объектах, которые вам принадлежат. И почему-то организация этого не делает. То есть они получили реестровый номер и живут дальше спокойно. То есть никаких планов не составляют, не пытаются внедрить. Либо же планы составляются, но составляются очень долгосрочные, на 5 лет и далее внедрение требований. Значит, коллеги, какой здесь подход? Требования к людям и к документам могут быть внедрены без существенных затрат со стороны субъекта. Это первоочередные меры, которые должны быть реализованы. Далее, первоочередной мерой, которая должна быть реализована, относится периметр ваших систем. То есть это первая преграда, с которой столкнется злоумышленник, пытаясь каким-то образом попасть и навредить вашей системе. Вот эти меры первоочередные, естественно, в ходе госконтроля они будут смотреться в первую очередь. Да, у нас есть норма в 239 приказе, в требованиях, утвержденных этим приказом, о том, что планы по внедрению требований должны и могут быть соотнесены с планами по модернизации ваших объектов. Это было сделано специально для промышленных объектов, которые нельзя остановить и вот так вот по щелчку внедрить в них какие-то дополнительные технические устройства. Но, как правило, эта модернизация проходит с определенной периодичностью год, два, три. Если мы видим, что в ваших планах дальнейшее внедрение требований на 5-10 лет вперед расписано, это, представляете, абсолютно нелогично. То есть вы должны это соотнести. Далее, нам прислали сведения, мы посмотрели, согласились, но, приехав к субъекту, еще раз, не в качестве контроля, в качестве методической помощи, мы это делаем, нас приглашают, мы видим, что почему-то места администраторов ОСУТП остаются вне пределов объекта Кии. То есть они почему-то не включены в состав объекта. В этом случае имеете право, но, если это стационарное место для администратора, оно должно быть включено в состав объекта. Если у вас мобильное средство, то тогда, да, вы можете не включать его в свой объект, но предъявить требования по обеспечению безопасности этого мобильного средства администрирования вы должны. Обращаю внимание, что с 1 января текущего года требования к персоналу у нас вступили в силу. То есть ваши люди, на которые возложены обязанности ОБ Кии, должны иметь соответствующее образование, а их руководители и руководители объектов должны иметь еще и опыт в этой области. Три года вполне в области обеспечения безопасности, не Кии. Этого достаточно. И проблемой, последней, о которой я скажу, является то, что зачастую на одного человека возлагается обязанность обеспечивать безопасность огромных заводов, а еще иногда территориально распределенных объектов. Естественно, задача является непосильной и, естественно, не будет она выполнена качественно в нужные сроки. Поэтому, когда вы, как руководитель, принимаете решение о создании подразделения либо возложении каких-либо задач новых на уже существующее подразделение в части Кии, понимаете, что люди не всесильны и им нужно будет каким-то образом распределять все обязанности. То есть, не нужно неподъемные мешки задач возлагать на одного и того же специалиста. Итак, потому что я хотела, я закончила. Давайте вот в один вопрос прямо из зала отработаем. Добрый день. Губайдулин Артем, ММК Метис Магнитогорск. Вот вопрос интересный вы подняли по обеспечению безопасности объектов, которые осуществляют автоматизированное введение проектно-конструкторской документации. Вот, мы вот что-то на это внимание, честно говоря, не обратили. То есть, мы категорирование провели, а про проектно-конструкторскую документацию в общем-то, даже не думали. Да, вот спасибо. Пожалуйста, как правило, это проблема действительно существует. Да, вот вопрос, а как посчитать экономический ущерб от выведения этой системы из строя компьютерной атакой? Рекомендации как посчитать ущерб есть в проекте рекомендаций, который находится на нашем сайте. Сразу скажу, что безопасник не справится с этой задачей. Вам, как уже написано в порядке категории, нужно привлечь подразделения, которые занимаются финансовой и экономической деятельностью и, в принципе, все цифры, которые мы предлагаем, это ущерб вам, это ущерб от восстановления ваших систем, ущерб от задержки работы ваших систем, он весь туда складывается. То есть, мы постараемся подробно все это расписать, что вам нужно учесть. Все, понял, спасибо. Какова статистика категорирования КИ, какие типовые ошибки совершают субъекты при категорировании? Я об этом рассказала. Статистика, к сожалению, не радует. На сегодняшний день у нас завершили процесс категорирования в зависимости от отрасли, от полутора процентов субъектов в отрасли до 50-60 процентов. То есть, мы считаем, что этот процент нужно повышать. если привязаться к перечню сведений, включаемых в реестр КИ, то там про угрозы речи не ведется. Но есть информация о лице-эксплуатирующем объект КИ, который весьма подвижен. Нужно ли направлять в СТЭК России актуализацию сведений? Да, нужно. В какие сроки направлять актуализацию? Если у вас, к примеру, изменились контакты либо еще какие-то изменения произошли с вашим объектом, сейчас этот срок не установлен. В какое время надо нас уведомлять? Мы считаем, что по аналогии с госорганами у нас есть 30 дней на ответы на ваши обращения, поэтому мы считаем, что в 30-дневный срок это вполне разумный срок, когда нужно направить нам такое уведомление. Нужны ли четкие и подробные расчеты показателей по каждому показателю их обоснования? Я об этом говорила. Да, нужны. Верна ли трактовка постановления 127, что все ИС ОСУ в 13 сферах, созданные после 2019 года, время вступления в силу числа 52-го постановления, не имеют периода категорирования в 12 месяцев? То есть, другими словами, требования пункта 15 постановления 127 распространяются исключительно объекты КИ, созданные до вступления в силу 187-го федерального закона. И еще вопрос в эту же тему. Верно ли, что реестр значимых объектов, который ведет в СТЭК, содержит несуществующие значимые объекты КИ? Значит, коллеги, да, после изменения 42-го постановления, которое внесло изменения в правила категорирования, там появились нормы по новым, вновь создаваемым объектам. То есть, если ваш вновь создаваемый, у вас есть планы создать объект, то в соответствии с пунктом 18 требований вы должны категорию планируемого создания объекта заложить в ТЗ или ЧТЗ на этот создаваемый объект. Для того, чтобы внедрить меры по обеспечению безопасности грамотно, а не потом заниматься наложением мер на уже существующий объект. То есть, к моменту принятия решения о создании такого объекта у вас уже будет категория. Поэтому для вновь создаваемых объектов год, вот этот включение их в перечень и год на категорирование, наш взгляд, не целесообразно. Вы уже будете знать категорию. При этом, к моменту принятия в эксплуатацию этого вновь создаваемого объекта, либо принятия на снабжение его, вы можете внести какие-то изменения. То есть, вы создали объект, поняли, что что-то изменилось с момента планов. Вы направляете нам сведения. Причем хочу сказать, что по вновь создаваемым объектам не все сведения сразу, не все графы сведений заполняются. Те, которые вы можете на этом этапе заполнить, они также есть в постановлении. А к моменту принятия на снабжение все остальные сведения вы представляете и можете откорректировать, соответственно, категорию вновь создаваемого объекта. Каков порядок действий субъекта при выводе из эксплуатации и нужно ли уведомлять НКЦКИ? Ну, я об этом уже говорила, каков порядок действий. То же самое, как при изменении. Обосновывайте, направляйте нам НКЦКИ, мы уведомим в соответствии с законодательством о том, что такой объект перестал существовать. Как выглядит процедура перевода незначимого объекта КИ в значимый? Тоже я об этом говорила в своем выступлении. Обосновывайте, направляйте нам соответствующие сведения. Отнесли ли ФАУ, ГНИ, ПТЗ и себя к субъектам КИ? Значит, коллеги, все подведомственные в СТЭК России организации выполняют требования всего законодательства в части обеспечения безопасности, в том числе 188-го федерального закона. Меня удивляет этот вопрос. Интересно, кто его задал. Все ли участники оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической промышленности и других сфер деятельности, указанных в определении субъекта КИ 187-го федерального закона, являются субъектами КИ? Да, все, то есть если вы осуществляете деятельность в одной из 13 сфер, определенной статьей 2 федерального закона, то вы являетесь субъектом и должны выполнять все требования, начиная с категорирования ваших объектов. Какой дате субъекты КИ из промышленной сферы должны представить перечень объектов КИ и почему? Значит, вообще напоминаю, что 42-м постановлением была установлена дата 1 сентября 2019 года, представление перечень в Абстек России. То есть если вы до сих пор еще, а с момента вступления в силу федерального закона более трех лет уже прошло, если вы этого не сделали, то это нужно сделать в кратчайшие сроки. Ну, вопросы про объединение, разъединение нескольких объектов КИ я уже озвучила, я пропускаю. Какие показатели и критериев значимости применимы к субъектам КИ в промышленности? Значит, по нашему мнению, первое, это социальный показатель, первый показатель причинения ущерба жизни здоровью. В случае, если ваша организация участвует в их международных договорах, это седьмой показатель. Восьмой и девятый, это экономические показатели, по девятому применим ко всем, я об этом говорила. Одиннадцатый, экологический показатель, в случае, если вы являетесь экологически опасным объектом, у вас есть экологически опасное производство. И тринадцатый, если это вы находитесь в сфере оборонной промышленности, тогда тоже он к вам применим. Ну, это если сходу, возможно, какие-то вариации. Если ОСТЭК России не пришел, ответы направленные результаты категорирования объектов КИ в течение 30 дней после уведомления о вручении, можно ли считать данные результаты согласованными и вмещенными в реестр КИ? Ну, во-первых, коллеги, у нас есть 30 дней на анализ плюс 10 дней на ответ, то есть мы уже берем 40 дней. Во-вторых, зачастую сталкиваемся с тем, что мы письмо отправили, оно может идти неделю, две, три, то есть ответа нет. Вы по закону объект становится значимым, когда ему присвоен реестровый номер, вы получили этот наш ответ. Кроме того, вы можете считать, что, возможно, будут какие-то вопросы, мы нашли, порешлем вам не реестровый номер, а вернем сведения с замечаниями, так же может быть. Но это не мешает вам, если вы решили, что вы признали себя владельцем значимого объекта, планировать внедрение мер. В какие сроки субъект КИ должен оповещать СТЭК России в случае изменений в составе? Ну, я уже говорила, в разумные сроки мы считаем, что 30 дней. При оценке показателей экономической значимости, какой сценарий расчета потерь необходимо рассматривать? Ну, коллеги, потери рассматриваются при наихудшем сценарии, как конкретной компьютерной атаки, а не то, что среднегодовые потери у вас будут. И вот вопрос, на мой взгляд, уже последний, чтобы не занимать время коллег. При оценке потерь, наступающих в случае успешной реализации негативного воздействия на объект КИ, потери часто зависят от возможностей предприятия по локализации и устранению инцидента. По какому сценарию необходимо выполнять оценку последствий? Первое. Оценка последствий от воздействия, учитывающая допустимое время восстановления и целевую точку восстановления данных или иной сценарий. Значит, коллеги, то допустимое время для ваших систем, которые вы закладываете при их создании, это время, когда вы сможете ликвидировать инцидент без существенных последствий для вашей системы, для вашей деятельности. То есть, естественно, мы рассматриваем в наихудшем сценарии время, выходящее за допустимые пределы. Это понятно, да? В наихудшем сценарии это будет наибольший период времени. И мы считаем инцидент неустраненным, пока ваш производственный процесс не выйдет на плановые объемы. То есть, это либо плановая перевозка пассажиров, вы ликвидировали очередь на перевозку, либо это плановое производство, то есть, вы ликвидировали очередь на производство какого-то продукции, который вы производите. Итак, коллеги, то, что в части КИИ вопросы я озвучила, те, которые не попали в предыдущую сессию, которые относятся к компетенции в СТЭК России. Если у кого-то есть еще вопрос, уже говорилось, вы можете написать нам обращение. На сайте в СТЭК России есть телефоны отделов профильных по отраслям. Вы можете позвонить туда, обратиться, дать вопрос. Мы постараемся дать вам разъяснение, либо же обратиться в наши территориальные органы, которые ближе к вам, и также постараются помочь в какой-то проблеме, с которой вы столкнулись при реализации законодательства. Спасибо за внимание и удачи коллегам в следующей сессии. Спасибо. 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 Спасибо.